Здравствуйте дорогие друзья, с вами портал экзегет.ру и мы отвечаем на вопросы наших подписчиков. Кто такие нищие духом? Почему они блаженны и как достичь этого блаженства? Заповеди блаженства. Блаженство по-другому, ну счастье, да, такое состояние души, когда ты счастлив вместе с Богом. Господь нам предлагает конкретные способы, конкретные инструменты, как же покаяться, как исправиться для того, чтобы попасть в это Царство Небесное, о котором Он много говорит и в которое нас, каждого из нас зовет, в том числе и через Священное Писание. Блаженны нищие духом. Кто такой нищий? Часто нам на улице попадаются попрошайки, у них не хватает денег, они нищие, и они просят, дай денежку, дай денежку, дай на то, дай на сё. А здесь нищие духом. То есть, это человек, который понимает, что в духовном плане он несовершенен, у него есть много изъянов, душа его изранена, и ему нужна помощь для того, чтобы справиться со своим духовным недугом. В духовном плане ему чего-то не хватает. И такой человек начинает просить о помощи, духовной помощи. А кого об этой духовной помощи можно попросить? Только Бога. Только у Него есть власть брать наши грехи, повреждения нашей души и прощать. Он может нашу душу исцелить. Если вы забоялись насморком, я не могу взять на себя ваш насморк. Если вы согрешите и повредится ваша душа, я не могу исцелить вашу душу. А пророки говорили о том, что придёт тот, кто возьмёт на себя грехи мира. И Господь, когда на тайной вечере ученикам говорит, он говорит о том, что это тело моё за вас ломится во оставление грехов. Это кровь моя, которая за вас проливается во оставление грехов. Зачем он идёт на крест? Зачем его тело будет ломиться? Зачем его кровь будет произливаться? Зачем он вообще пришёл? В том числе для того, чтобы взять наши грехи, вот эти раны, которые мы нанесли нарушением заповеди своей душе, и исцелить, сделать нас духовно здоровыми людьми. Но получить этот божественный дар можно тогда и только тогда, когда человек воспользуется своей свободой воли и добровольно обратиться к Богу за помощью. Многие люди живут и говорят, ну а зачем мне Бог? Мне и так нормально, всё есть вроде, я Бога не обижаю, Он меня не обижает. Но если человек поймёт, что у него духовные проблемы, что у него не всё получается, что ему нужна помощь от Бога, он начинает Бога просить о помощи. И вот с этой просьбы о помощи начинается вера человека. Вера — это когда ты дверь своего сердца открываешь для того, чтобы в него вошёл Христос. И начинаешь обращаться, Господи, приди, помоги мне, я сам не справляюсь. Тогда Господь входит в твою жизнь, начинает в ней активно действовать, у Него развязываются руки для того, чтобы в твоей жизни участвовать, ведь ты его пустил в дверь своего сердца. И тут начинаются самые настоящие чудеса. Мы начинаем замечать, что Бог действует в нашей жизни, бережёт нас, помогает, сводит с нужными людьми, наводит на ум правильные мысли, преображает нашу душу и меняет наш образ мысли, например, когда помолишься или на службу сходишь, или приступишь к таинству исповеди и причастия. И такой режим жизни, конечно, гораздо приятнее, чем режим жизни без Бога. Это является точкой входа, началом духовной жизни, обращение человека к Богу за помощью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.